прям красота героические кадры и сегодня мы едем в германию вместе с дойтер обещали amazing trekking там вот горнолыжный курор вообще конечно неплохо этот король придумал а вот мы около штаб-квартиры дойтер ну чё как удобно в россии очень любят такие рюкзаки это самая известная в мире пивну а где же трекинг здесь не тропинки пешеходные хайвей с ливневками и это кстати все бесплатно и тут я понимаю что я не в россии виды тут конечно огненные ступенечки вы колыд поджопник не очкой кутер съеден птички накормлены просека выпит мы спускаемся вниз так попробуем к конец и началось что-то интереснее вот это я понимаю сервис в гостях хорошо а дома лучше но в гостях то по-другому йоу-йоу друзья в эфире кросспол тв и сегодня мы едем в германию вместе с дойтер в прошлом году когда все было можно в плане путешествий мне очень повезло я попал в полностью оплачиваемый недельный тур по баварским альпам организованный дойтер для победителей всемирного конкурса фотоконкурса как я туда попал ну как обычно по блату потому что от каждой страны было по два места для победителей и еще по одному месту для вообще это называется инфлюенсер официально но я это называю продажный блогер пишут мне маркетологи из магазина кант который в россии представляет дойтер и говорят евгений нам нужна помощь нам нужен человек который будет неделю тусить по германии пить пиво есть сосиски тусить по самым красивым местам и про все это рассказывать в камеру я подумал и сказал так и быть ребята я вам помогу почему я сейчас вот записываю все это в студии они на фоне баварских гор потому что мне традиционно повезло я жестко отравился в аэропорту вы тогда это еще не было мейнстримом ем я значит свои роллы лососи шоколадницы в это в сочинском аэропорту по-моему так было и думаю да не ну нормально да не ну чё будет ну в общем если бы не всякие полисорбы и энтеросорбенты я потом вообще помер а так я все это дело чередовал и выжил но очень много видео ушло в брак поэтому такая вот преамбула это новое поколение рюкзаков дойтер futura pro на 36 литров и конечно же у меня там кое-что припрятано если тут ханджи то пиво безалкогольное хотя как я вообще могу своим подписчикам рекомендовать пиво безалкогольное ребят не чисто реквизит видео часовое народ поэтому давайте введем новую традицию перед тем как смотреть видосы краспол тв поедите себе чем вкусненького налейте приготовьте покушать устройтесь поудобнее и поехали поехали в аэропорт города мюнхена где всегда очередь ну вот и в германии друзья это очевидно по двум вещам здесь постоянно очередь и в лучшем случае два человека на контроле в отличие от россии где обычно все быстро и еще здесь посвящий дубак поэтому мне надо достать зимнюю обувь и раскатать штаны короче я качнул японский язык это юки она вообще не бум-бум по-русски она только что пыталась интеллигентно объяснить что у нее затекла задница за 11 часов перелета мы сейчас все на разных языках водитель по-немецки юки по-японски вот есть башкир у нас по ходу конкурс не куплен и ну потому что я продажный блогер это понятно я там на всем могу разговаривать а люди вообще ни на чем не говорят обмен визитками кстати нынче происходит так все тусабон мы приехали в ауксбург штаб-квартира дойтер самый древний город в аварии тут темно но симпатичная немка предлагает нам накатить а вот мы около штаб-квартиры дойтер посмотрим что там у них происходит и кстати всегда было интересно побывать на таких производствах а я еще ни разу не был вот мы в первом выставочном зале здесь линейка рюкзаков начиная с самых первых заканчивая современными вот кстати первый рюкзак и если кто не знал дойтер означает указательный палец вам ничего не напоминает эти рюкзаки не с ними ли наши родители и бабушки и дедушки ходили в походы и за картошкой откуда-то наша промышленность взяла этот край кстати первый велорюкзак сделал дойтер оказывается первую детскую переноску тоже сделали они первый рюкзак под женскую фигуру сделали они короче дофига всего они сделали а потом начали все остальные здесь еще такая вот хронологическая галерея фотографии что в 1898 году ганс дойтер делал огромные тенты для любителей накатить пивка на октоберфесте это кстати тесно связано с возможностью накатить пивка после похода а мы тут в отделе разработки кабинет руководителя отдела паскетурный спальник новая модель и дойтера которые никто не видел папочки конкурентов исследуют а это отдел с продукцией которую дойтер делает для других брендов например для саммита большой семерки говорят такой есть у докова обама ангела меркель его и остальных а это у них презентатошная удобно в россии очень любят такие рюкзаки девчонки ремонтируют рюкзаки древние там любой может прислать рюкзак на ремонт из it free is for money я тоже могу прислать рюкзак порванный отремонтировать правда у меня нет порванных рюкзаков не все время новые попробуй порвать обычно у настоящих блогеров примерно в этом месте начинается такая штука интеграция когда им дали бабла и они должны за это прорекламировать там какую-нибудь машину или безалкогольное пиво это не в нашем случае у нас по-другому весь этот видос одна сплошная интеграция вот эта интеграция внутри интеграции поэтому давайте я вам порекламирую промокод raider help в магазинах kant на дойтер на самом деле не только не только на дойтер а вообще на все допустим новый рюкзак стоит 10000 рублей вы вводите промокод raider help hop и он стоит на 20 процентов меньше то есть 8000 рублей а если на этот рюкзак уже скидка 50 процентов то дополнительные 5 процентов даже к распродажной цене и вообще на все в в канте дополнительные 5 процентов к распродажной цене по промокоду raider help на все какая красота это мы едем к отелю после аугсбурга мы приехали старинный городок фюсен здесь все просто до неприличия в порядке и чисто на взгляд русского человека конечно наверняка немцы тут замечают кучу всего что надо переделать рита ты что ты делала это же частная собственно ты чё съела яблоко с дерева с чужого мне кажется это года полтора 3d с конфискации мы гуляем и чуть никого нет вдруг думаем комендантский час тут может и гулять то нельзя риттер скажи как тебе цивилизованная германия после латинской америки слишком все рафинированно выглажено чисто уютно это же очень красиво но очень не хватает живости это самая открытости латинской америки может с кладбища уйдем сижу я значит на лавочке и наблюдаю вот такую идиллическую картину подстриженная лужайка привитые чипированные собаки в поводках и ошейник такие же наверное люди непонятно это коттеджи для туристов или обычные жилые дома нет людей нигде а тут еще и озеро есть хорошо живут жители фюрсона синхронно разворачиваются везде порядок в этой стране а где-то вот на той скале или вот на той как раз замок ной швейштайн на который мы поедем завтра смотреть вон какие тыковки продаются всякие разные оплачивать надо вот так просто кладешь монетку и все и берешь все что тебе надо это был учитель который появляется всегда вот там и учит тебя древним мудростям кунг-фу в общем мы уже тут много про этот городок поговорили что это шоу трумэн и что это синтетический город что это вообще какой-то для барбей кэна дальше это машина для зарабатывания денег и тут вообще все не настоящее и оказалось что так и есть и так лайфхаки про замок ной швейштайн ехать надо не в сезон осенью то есть как мы рано утром то есть как мы китайских туристов нет туда нельзя брать рюкзаки и там вроде бы запрещено снимать фото и видео посмотрим вообще здесь все про ной швейштайн отель ной швейштайн с фотографиями замка ной швейштайн в ресепшене в холле даже мозаика на полу такая же в номерах замок ной швейштайн в холодильнике номера отеля ной швейштайн пиво ной швейштайн в общем ной швейштайн в общем сделано все чтобы в конце поездки выговорить ной швейштайн супер туристическое место что-то типа как на море первая линия отелей около замка чтобы жители отелей успели первыми пилить одинаковые фотки снова ной швейштайн вы не поверить минут 15-20 пешком через заасфальтированный лесок и мы почти на месте еще одна фото . на озеро над озером воздушный шар выше вылизанные поля высаженные леса в правильном порядке построенные деревушки все как надо вообще конечно неплохо этот король придумал только ему не хватило немножко денег миллионов и лет жизни чтобы всем этим воспользоваться поэтому вместо него этим пользуются толпы туристов и муниципалитет баварии между тем если верить интернетом шесть с половиной миллионов вроде бы евро приносит платный вход в этот замок ежегодно вообще можно не запариваться чтобы все снимать самому и просто приобрести готовых фоточек зима лето осень весна четыре с половиной евро и все норм типичная картинка для замка китайские туристы на фоне замка возвышается коммерческая громада над кошельками приезжих мост над ущельем с видом на замок если вы хотите самую попсовую фотку замка то это одна из них мы тоже запилим фото и видео чтобы не отставать от миллионов людей gopro сделай сэлфи мы вовремя успели количество туристов стремительно увеличивается I'm shooting shooting people welcome to disneyland guys да кстати мы тут все про микки мауса встебемся все потому что именно с этого замка нарисован замок на заставке уолт дисней I'm going to go to the city of the city of the city of the city наша очередь в 9.25 нам можно сказать повезло сейчас осень рано мало людей а летом здесь такой же трешняк примерно как в колизее или в эрмитаже поэтому лучше загуглить ведь поездка в этот замок как там все делается как покупаются билеты через интернет и еще дополнительно бронируется место в очереди на экскурсию конечно же мы ничего этого не делали потому что за нас все сделали ребята из дойта прикольно отключать мозг ребят вы отключили мозг снимать нельзя очень странный на самом деле запрет на съемку они объясняют что все дело в вспышках но когда ты спрашиваешь про gopro они говорят что нет все равно нельзя и дело вообще типа в копирайте ну то есть чтобы ты не сам снимал а потом купил у них фоточку все они реально на это был все равно все снимают 1890 евро стоит эта корона монгольский принц так еще один красивый вид на озеро на туристов ладно не туристы на мосту с которого мы только что фоткали они фоткают нас мы фоткаем их а потом их меняемся вот он смысл туризма да надо сказать что все очень грамотно оборудовано для массового туризма все сделано по уму чтобы людям было комфортно оставлять деньги и тут и там это немцы делать умеют везде продуманные смотровые везде продуман трафик откуда куда люди пойдут где и как они потратят деньги и так далее а мы тем временем посетили один замок и едем к другому уже пересекли границу австрии незаметно для самих себя и австрии классический альпийский пизы еще один замок замок на замке замком погоняется следующая крепость практически мы в оренбурге на самом деле это эренберг тоже одна из древних и популярных экскурсионных крепостей известная своим мостом а вон люди как раз идущие по этому мосту вот они а где же трекинг ведь мы вроде бы ехали на некий трекинг по германии но здесь вот так вот все куча всего рядом с тропами и ты можешь посетить замок затем прогуляться пешочком куда-нибудь еще например на тот мост а если не хочешь гулять пешочком там есть железная дорога поезд и как я понимаю в германии очень много где именно вот так дуэхэн скотланд сач каиндов инфраструктуры и все маунтин дры за брич по маунтин ту маунтин фон пик тупик дарить рейллой расскажи про свою страну как инфраструктурой трекинг на на самом деле буквально перед этой поездкой я был национальном парке таганай я был до этого три года назад в этом году и все реально изменилось то есть там действительно построили классный рифьюдж ну не рифьюджа вход то есть инфраструктура начинает налаживаться потихонечку ну конечно до этого пока очень далеко да и вот я сейчас думаю про карниз бзерпи вот эти вот геометрической прогрессии растущие туристические потоки и понимаю что ну вот там нужно делать то же самое иначе место просто не справится с туристической нагрузкой везде частная собственность сюда можно сюда нельзя на мост можно за дополнительные деньги вот на эту крепость чуть-чуть можно на эту вот совсем нельзя мы сейчас находимся на на развалинах замка в который можно ходить этот замок распродали на торгах еще в начале восемнадцатого века потому что он стал невыгоден вынесли из него двери окна крышу и он просто разрушается но он до сих пор находится в частной собственности а вот например за мной вот большой замок который реконструировали по полной качали туда 16 миллионов евро старый хозяин пускал туда туристов а потом он умер и оказалось что документов каких-то не хватает и его дети сказали сорян больше никого не пускаем ну еще бы 16 миллионов евро в качали можно никого не пускать вообще тут очень живописно такая долина с ручьями реками замками вот там вот горнолыжный курорт здесь такая долина реки поля городки красивые как будто это все не настоящее картинки заставки windows 90 чего-то там арито говорит что это все похоже на новую новый уровень для игры sims в горах дорожки с цепочками все огорожено подстриженная травка подстриженные туристы вот знаете очень прикольно представить себе глядя на играющих детей что каких-нибудь там несколько столетий назад здесь также бегали с мечами и дети и рыцари понарошку убивали друг друга иногда может и не понарошку там если вместо деревянного меча брали настоящий но это действительно похоже на такой дворик на котором могли тренироваться рыцарь вот так вот интересно переплелись времена что из старинного замка видно новый мост а вот мы уже идем по очередному самому длинному пешеходному мосту мост называется highline 179 высота тут 112 метров то есть почти в два раза меньше чем у нас но считается что он действительно длиннее потому что потому что у него от опоры до опоры больше чем у нас ну вообще по этому мосту идти чутка повеселее чем у нас потому что конструкция качается шатается когда ты по ней идешь люди идут очкуют прикольно на таких штуках очень надежных прикольно наблюдать за собственными реакциями вот я сейчас смотрю вперед я как бы глазами держусь за перила и я совершенно спокойно иду и мне не страшно а сейчас я посмотрю вниз о а вот если вниз смотреть хо-хо-хо я снова смотрю туда и снова иду вообще без проблем потом смотрю сюда такой ёптыть и опять мне страшно я начинаю идти маленькими шагами а потом опять смотрю сюда и все нормально пока что все что мы делаем это где-то там по полчаса там по часу что-то где-то ходим смотрим какие-то достопримечательности и жрем и пьем как говорит один мой знакомый вот это туризм а все остальное подходы гоу-про хватит пить гоу-про хватит пить гоу-про посмотрите какая красотища съезжаем мы в Альпы настоящие в Альпы блин это все выглядит как какой-то фильм просто на самом деле мы тупо на автобусе едем каждый раз новые виды появляются вот так вот видите велосипедист главный тут давай давай шевели булками да у меня вот конечно сработал вот этот вау-эффект потому что ну ребят реально вау поле для гольфа с видами на заснеженные вершины вдалеке пасутся коровки какое все игрушечное и плюшевое карточные домики декорации шоу Труман после двумя 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 вот окрестные горы а вот это вот две горы вот та вот цук шпицы высочайшая вершина германии отсюда она такой не кажется но так и есть две тысячи девятьсот шестьдесят два метра а вот это вот альп шпицы она чуть-чуть пониже и завтра туда мы пойдем на виа феррату говорят что это простенькая виа феррата где-то вот вот тык 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 где-то вот тут посмотрим а знаете что судя по всему вот это вот здание это и есть та самая хижина которую мы должны были ночевать честно говоря я себе хижину представлял несколько по-другому ну в русских реалиях так сказать такие тут красивые курочки бегают породистые похоже на чувака в папахе ну че пацаны как дела? не ребята немецкий туризм это хорошо мне уже нравится абхельштрудель двойной эспрессо немного красного вина у ребят вот японские девчонки сейчас используют гугл чтобы написать что-то что это? в Германии ага обычный такой ужин в горной хижине для меня это правда все в новинку я привык что я в это время сейчас гречку варю строгаю какую-нибудь там колбаску у нас проблема у тебя не понимаешь что выбрать да правда цук цук да ой ты еще записываешь? суровый немецкий трекинг цук шпицы цук шпицы цук шпицы седловина альф шпицы расскажи как тебе тяжело в альпах честно ужасно тяжело на самом деле представляете подходите с утра на завтрак а нам миллион колбас миллион сурок как из этого можно что-то одно в этом берешь все наедаешься буквально через пару часов тебя приглашают уже на какой-то ланч там еще через пару часов опять приходится убирать что-то покушать на ужин не успела я договорить как пришла официантка и спрашивает она главная таблетка вы что будете собственно нам еще еды принесли вот это оказалась сырная тарелка у меня оказалось мясо с котлетой из хлеба с котлетищей из хлеба это еда больше не ее по-моему а чтобы вы понимали мы вот с таким видом еще едим это у нас ужин вот с таким видом вы понимаете аригатошечки означает в жапане спасибо тунец короче мы значит говорим аригатошечки по-русски а по-японски это означает спасибо тунец вот кстати весьма полезная штука на лестнице местные цветы их очень много и вот у нас как раз такого не хватает ну и конечно же нормальная карта района со всеми канатками туалет в хижине туалет в хижине опана спальнички подогнали нам так у нас тут уже фотосессия началась ахахаха 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 расцвет на горе там курочки еще закрытые солнышко встает и фотографы он выглядит как кунг-фу мастер из этих фильмов про Чао Лин он выглядит выдвинулись с утра в легкий трекинг перед виа ферратой выдали нам специальные рюкзачки модель трейл которые подходят для всего и в том числе для виа ферраты будем тестить тем временем виды какая красота говорю я в очередной раз утренние парапланиристы мы первые на канаточке впервые канатчика мне кажется а между тем мы садимся в гондолы самого большого горнолыжного курорта Германии Сукшпицы от названия одноименной самой большой вершины умеют немцы делать всякие смотровые вот еще одна здесь не тропинки а пешеходные хайвей с ливневками даже в одном месте канализационный люк был видимо карстового происхождения ого а ну-ка ну-ка это че кто быстрее а это видимо высоты кто выше растет вот мы пришли к старту виа ферраты откуда-то вот откуда-то вот отсюда она начинается и потом как-то там и на вершину вот этой горы крутяк бруно 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 из бразилии никогда не видел снег ого а как от Подняться сюда. Правда, надо заплатить за канатку, если ты не хочешь перейти пешком. И вот так вот со своим оборудованием пойти. Виды тут, конечно, огненные. На все 360 градусов. Собственно, как и обещали, Виаферата действительно простая. По нашим российским меркам, это суперкомфортная тропа для похода. Вот они прорубленные ступенечки в скале. Все для вашего удобства. Видите, тут провешен трос. Широченная сама тропа. Честно говоря, вот мы идем и не понимаем, зачем здесь нужны все вот эти штуки. Ну, потому что просто мы привыкли по-другому. Но люди, которые не привыкли по-другому, они могут действительно безопасно, комфортно и без страха тусить вот по таким красотам. Вот в Абхазию я бы, например, там своих кого-то не взял, потому что там далеко, долго и вдруг что. А тут, пожалуйста, все рядом. Очень круто. Рюкзак оказался удобный, кстати. Вот эти вот штуки, карабинчики. Раз. Так вот, снял. Опять. Снял, захотел налево, захотел направо и пошел. Короче, мы тут по привычке все по сыпухе поперли. Ну, как обычно. А оказалось, рядом он трос протянул. Да, вот за гидом идти, конечно, вообще легко и не страшно. Но, собственно, для этого гиды и нужны. Возможность отключить голову наполовину, это и есть гид. Ну, вот как раз разговариваем о том, что если бы мы сюда сами пошли, ну, как обычные туристы, это было бы, во-первых, интересней, потому что не знаешь, куда идти, не за кем идти. Было бы пострашнее. Видимо, было бы больше эмоций. Но зато так безопасней. Без провешенных перил и забитых ступенек это был бы вполне себе приличный маршрут для скалолазов. А так оно доступно для всех. Да, в этом есть и плюсы, и минусы. Когда это доступно для всех, этих всех много, а не тут все. Когда это недоступно, меньше людей. В России, мне кажется, это однозначный плюс, когда таких штук нет, потому что меньше мусора. У нас еще не привыкли положительно обращаться с природой. Это факт. А зимой это, кстати, тоже популярный маршрут. Народ берет лыжи, залезает сюда по Виаферате, по северному склону, и затем уже по южному склону куда-то там спускается на лыжах. Рит, ну что, как тебе маршрутик? Мне прекрасно, он очень нравится. Достаточно легкий, но при этом интересный. Сложнее участок, поэтому мы решили пристегнуться. Ну, я решила пристегнуться в обе штуки. Я не знаю, как это называется. Я вчера спросил, а где усы? Where is the mustache? Наш гид спросил, а что? Я говорю, ну вот у нас это почему-то усы называются, вот эти вот штуки. А она такая, а-ха-ха-ха. Тут уже такие посложнее места пошли. Уже прям действительно обязательно встегиваться. Лидок имеется, все как надо. А зимой вообще, наверное, тут все в снегу. Этих штук нету, только трос. Ух, дубочок. Прям красота. Героические кадры. Думаю, нужно куртец надеть, а не рубашку, да? Прямо суровый участок. О, ползут наши. Если покорил Альпшпицца, можно скушать жирный шницель. Вот мы отсюда пришли. Сейчас ползем вот туда наверх, на вершину. А есть еще вариант по хребту. Вот так, тык-дык-дык-дык-дык. Ползти до цукшпицы по скалам. Говорят, что это занимает 9 часов, если ты в отличной физической форме. И тут мы увидели крест. И поняли, что вершина рядом. Сейчас там госпел-хор, да, этот? Но у меня другой вопрос. Есть ли тут бар наверху? У меня есть бар с собой. О, все, на самую вершину ты должна зайти сама. Спасибо большое. Кстати, это наши прекрасные гиды. О, hello, добро. Хай-хай. Так, все, туда сфоткал, теперь на меня фоткай. А между тем я ем колбаску вот с таким видом. Которые русские туристы имеют такие вещи. Мы называем это поджопник. Это как анд-эссер. Будешь? Да не бойся, бери. Че ты? Не очкуй. О! Не, ну собственно все. Бутер съеден, птички накормлены, просека выпьет. Мы спускаемся вниз. По-моему, очень прикольно. Красиво, несложно, безопасно. Бах! У меня такое ощущение, что мы спускаемся уже намного дольше, чем поднимаемся. В какой-то туннель сейчас заходим. Кого-то тут закопали. Вот такая красивая стенка тут весьма известная. А внизу вот там вот такие темные точки. Это козочки. Попробую их увеличить на телефоне, но не уверен, что будет видно. А нет, смотрите-ка, видно. Пасутся. Мы уже, кстати, третий час спускаемся типа по легкой тропе. Вот так вот. И, кстати, у них вместо треангуляров везде кресты на вершинках. Вы, нибудь, подумали, что я алкашня и все выпил там? Нет. Там только пару глоточков просекто. Блин. Ты мне весь задний план испортил. Ну что, как тебе процесс? Самое прекрасное, что можно, вернувшись из классного похода, сесть и действительно спокойно расслабиться. У нас приходится либо палаточку ставить, либо продираться через какие-то зады деревень. Посмотрите, все автоматизировано. Прекрасно. Немецкий трекинг это не так, все просто, друзья. Не каждый осилит такую набручку. А вот наш следующий отель под названием Explorer, который позиционируется вот на этом всем летом всякие каталки-ходилки, зимой лыжи-сноуборды. А вот тут вот большая карта района. Мы, кстати, завтра тоже на выбор. Либо на электровеликах вот сюда вот попить пивка и обратно в отель. Либо трекинг двумя разными способами. Там вообще вот до того озера Фунтензея. Поехали на кораблике, покатаемся. Поехали, покатаемся. Экскурсии по рекам и озерам Германии на кораблике. А если повезет, мы встретим красавцев Черного моря-дельфинов. Главное, чтобы не других красавцев Черного моря-дельфинов. Везде вот такие красивые лодочки. У них целый флот одинаковых. Никаких тебе говноморанов вот этих непонятных. Никаких дурацких катеров. Никаких гидроциклов. Все красиво, все унифицировано. Все подходит к стилю этого озера. Вот это называется порядок в голове. Шашлычек, конечно же, тоже нет. Есть только традиционные рестики. С нами вышло несколько групп сразу. Вот эта группа на несколько дней. Кстати, вся с дойтерами. Вот это наша группа. Вот просто туристы. Очень здорово, очень приятно, насколько люди пользуются этой инфраструктурой. Самое время тут сказать про немецкую пунктуальность и в чем она заключается. Видно, как они любят и ценят время, потому что деньги можно заработать, передать кому-то еще. А время можно только сэкономить. И это здесь чувствуется везде, во всем немецком туризме. Все сделано для того, чтобы ты смог отдохнуть, если у тебя есть 3 часа времени, полдня времени, день времени, 3 дня или неделя. И на все у немцев есть свои предложения. Это очень круто. В России у нас такого практически нет. Ну вот он, Deutsche Trekking. Здравствуйте, товарищи коровы. Вот с такими видами идем. На самом деле, вру, конечно, в основном идем через лес, а иногда вот такие виды. Все как всегда. Мы тут сейчас идем по типично баварскому лесу. И у нас полное ощущение, что мы где-то в Красной Поляне. Вообще просто один в один. На Алтае, в Сибири, на Камчатке, я не знаю, в Карелии. Да, короче, все примерно то же самое. Только в том разница, что мы сейчас куда-то придем, а там стоит гостишка, пивко, радушный прием, горячая еда, теплая одежда, ну и так далее. Прикольно сделана тропа. Везде такие вот дырочки, чтобы можно было полюбоваться. Озеро просто вообще, ух. Смотрите, прям зеркало, зеркало. И уже думаю, так, сейчас надо там дрова насобирать, палатки поставить, пока не стемнело. То-се, потом такое эстапе. Там же горная хижина, которая опять какая-нибудь четырехэтажная. Там ресторан, душ. И тут я понимаю, что я не в России. Знаете, очень прикольное ощущение. Мы еще этим как раз делимся со всеми остальными иностранными участниками. И я такой иду, блин, что там мне так легко идет с этого. Посмотрите, у меня рюкзак Deuter Futura 36. У меня весит, наверное, килограмм 8 или 9. Большой по местным меркам рюкзак для похода на несколько дней. Самые популярные модели рюкзаков в России – это от 60 до 80 литров. Именно такие рюкзаки рекомендуют брать в поход их организаторы, чтобы все влезло. Ну, потому что в наших российских реалиях при среднем объеме и весе снаряжения и еды именно это и нужно на средний недельный поход. Deuter не делает рюкзаки объемом 120 литров. Но специально для России по просьбам трудящихся и не очень элементов был сделан рюкзак Deuter Patagonia на 120 литров. И опять очередной красивый вид. Здесь все по-другому. Мы сейчас видим множество людей, которые идут здесь в поход на несколько дней с 20-литровыми рюкзачками. Ну, наверное, литр из них занимает кошелек. В принципе, с их инфраструктурой это, конечно, весьма обоснованно и весьма логично. Нафиг тащить на себе лишние 15 килограмм, если можно этого не делать. И по их меркам цены здесь на все вполне себе нормальные. Так, попробуем-ка бурвозную чернику. Она то ли не вызрела еще, то ли, может, я ее еще морозом не прихватила водяниста. Идешь, идешь, такой идешь, идешь. А тут раз и озеро. Зеленое, как вы видите, именно так оно и называется. Так, салфачок на фоне зеленого озера. GoPro, сделай фото. Честно говоря, по мне озеро как озеро. Таких я видел дофига. Обещали Amazing Tracking. Вчерашняя Via Ferrata понравилась мне намного больше. Были охренительные виды. Ну, посмотрим, что там за главное озеро. Жемчужина, так сказать, региона. Наконец-то началось что-то интересненькое, чего я раньше не видел. Ой, какой толстенький сурок. Кавай. 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 Так, и вот то, ради чего мы шли. Ёбанзи. Вот это я понимаю, сервис. Это товарищи хижина. У вас в Японии такие зоны? Да, много зоны. Много, много, но более дешевле. И маленькие. Маленькие. Да, красота, конечно. Причем хорошо вписывается этот домик в местный рельеф. Без него было бы даже менее интересно. А неплохо ребята устроились. Вот оно, озеро. Арикатушечки. Арикатушечки. Щучки. Щучки там водятся. Вот вы знаете, гора вот та вот клевая. Озеро, на мой взгляд, ну, вполне себе обычное. Больше всего мне в этом пейзаже, как ни странно, нравится вот этот элемент цивилизации. Действительно странно, что мне так кажется, но почему-то оно тут все органично. Во, и овечки везде. Ну, собственно, на фото это выглядит немного лучше, чем вживую. Зато вживую неплохо выглядят вот эти вот самогоноварительные домики. Ну, и вот это вот общага туристическая. Хотя, наверное, такая вот штука, это единственный способ одновременно вместить кучу желающих пожить, переночевать туристов. Либо тут будет нереальный срач. Так, ну че, короче, мы тут в нашей хижине, тут все поскромнее. Нам тут, это, выделили 14 шконок на всю банду. Мы покозырно заняли в углу окна Адрия. Ну да, оргийная, отличная оргийная. Насекомое тут вполне эвэйлэйбл. Ну, туда посмотри. Слушай, ну нету. Нету, пока нету. Наш гид сказал, что лучше пользуйтесь спальными мешками, чтобы вы не вторгались в ничью жизнь, а ничья жизнь не вторгалась в вашу. Он это толерантно сказал. Здесь есть такая специальная сушилка для одежды и для обуви. Гоупро не передает запахи, да и хорошо. Общий душ. Душ стоит 4 евро. 3 минуты. Мальчонки спасли маленькую овечку. Она родилась сегодня и отбилась от стада. Мама забрала ту, что посильнее, а эта вторая послабее. И вот девчонки, сотрудницы хижины ее забрали и сейчас будут откармливать молочком каждые 2 часа, а потом попробуют ее отдать другим. Так, ну че дают? Че дают? Нам дают сатычки в уши. Ооо. Это капец, как у нас дают. Что даст? Бердекель? А, так. Это капец, как у нас дают. Идем обратно. Утренний туман, очень красиво. Банда фотографов залипла. Раз фотограф, два фотограф, три фотограф, пять. Мы тут вчера коллективным международным решением пришли к мнению, что слабоваты виды для наборов 1200 метров. Вчера на Виаферате было явно круче с точки зрения видов и вообще. Вторая группа ходила трекинг на Цукшпице и тоже говорят, что да, вот вчера было ого-го. Утренний свет работает на фотографов. Обратный маршрут-то вообще хорош. Ущелье офигенное. Серны бегают. Да, виды-то крутанские начались. Зря мы вчера ругались. Просто не та тропа была. А тут идем. Красота, скалы. Вон, коза дружелюбная вполне. Я тут расспрашиваю немецких ребят, в чем разница между хайкингом, трекингом и бэкпэкингом. В общем, хайкинг это что-то легонькое, вот типа мы идем в хайкинг. У нас небольшие рюкзачки, мы налегке, идем до хижины, там что-нибудь едим, пьем и так далее. Трекинг это что-то более серьезное, когда ты уже прешь с собой палатку, спальники, там еду, горелку и так далее. И ты это все тащишь на себе. Ну, поэтому, например, трекинговая обувь уже более мощная, потому что у тебя больше вес за плечами. А бэкпэкинг это вообще может быть все, что угодно. Например, ты просто по Европе шаришься автостопом. Вот это может быть бэкпэкинг. Ну, а дальше там уже маунтениринг. Это маунтениринг. Это уже что-то типа альпинизма. Это повыше, посерьезней и требует больших технических навыков. О, у нас тут очередная идиллическая картина. Погода как под заказ. Ни жарко и ни холодно. Солнышко светит. Насекомых нет. Тропы прекрасные. Мы сейчас спускаемся от нашей хижины к пристани, где нас заберет лодка. Это уже другая пристань. Ты в любом месте можешь выйти, а потом в другом месте зайти. И вот у нас одна из девочек подвернула ногу. Она идет сама. Вроде бы все хорошо. Но в случае вдруг что, здесь не страшно. Это очень важно для тех, кто не хочет лишних приключений. В Германии есть единый горный клуб, членство в котором дает тебе всякие полезные плюшки. Типа включенной страховки, скидки на еду и проживание в хижинах. Приоритет при бронировании мест. Потому что если ты не член клуба, в некоторых хижинах тебя могут не принять. Вертолетная эвакуация, про которую все так любят говорить в России, здесь действительно есть. И она включена в членство клуба. А посмотрите, какая красота. У меня за спиной олдскульные лодочки бороздят в просторы горного озера. Я мочу ножки в тепленькой, кстати, относительно воде. Вокруг шикарнейшие горные пейзажи. Мы довольны, сыты от одной хижины к другой. От одного пивка к следующему. Вокруг озера просто офигенные места для прогулок. Можно бегать, можно ходить, можно с детьми и собаками. Картинка, конечно, огонь внизу. Просто бомбическая. А вот мы уже подходим к нашей станции. Все очень ковайненько. Лодочка отплывает от пристани. Церковь старинная. Домики няшные. Все такое просто. Горы прямо резко начинаются. Ползут вверх. Такой вот пейзажик. Вах. 360. А вот мы уже и на пристани. Бобслейная трасса на фоне горы. Пристань. И ресторанчики. Ресторанчики нас ждут. Знаете, что показательно? Все вот эти вот туристы, ну и мы в том числе, выглядят очень гармонично среди нетуристов. И здесь я не чувствую большой разницы между туристами и обычными людьми. Вот там в России ты идешь рюкзаком. Ой, а куда вы ходили? А медведи видели? А не страшно? Ой, да это же далеко. О, а здесь это обычно. Туризм это каждодневное дело, как я понимаю. В общем, мы погоняли и туда, и туда. Я пошел в двухдневный трекинг, а Роберт пошел кататься на великах. Мое резюме. Лучше бы я пошел кататься на великах, потому что можно было бы кататься в один день, а в другой день на дневочку сходить. Переночевал я в горной хижине. В принципе, это было лучше. В предыдущей хижине нас клопы попусали, а в этой их не было. Оказывается, для таких вот больших горных хижин, вроде бы с виду понтовых, клопы это обычное явление, как сказал наш гид, поэтому я капец как чешусь. Обратная дорога была красивая, и она была вниз, поэтому это ее спасает. А все остальное, ну, как-то так. Роберт, что как велик? Ну, вообще нам сказали, что будет активный день, мы будем кататься на велике, все будет активный тур, но, во-первых, велик был электрический, даже маунтинбайк этот электрический. Во-вторых, мы заехали наверх, нам сразу же налили пиво и выдали сосисок. И вы заправились и, короче, раздали вниз? Начались вниз. Все, да, после этого у нас была куча свободного времени, я, наконец-то, погулял один. До какого-то водопада сказали, ну, нашли кому-то сказать, русскому человеку, не лазить ни в коем случае на водопад, залез, посмотрел, классно. Хорошо. Следов много. Следов много, все лазают, видимо. А как короткие хайкинги вокруг озера? Ну, хайкинг, хайкинг, на самом деле, довольно-таки привычный, но по озеру поплавать с утра на корабликах. А бразильцы еще и лодку взяли, оказывается. А, на вес? Негодяи, да, весельную. И говорят, что это каноэ. Если был бы здесь каяк, я бы, наверное, в первую очередь вообще выбрал бы каяк, а не всякие маунтинбайки. Да, я бы, кстати, тоже, я бы взял. Но запрещено все, кроме вот этих вот корабликов и весельных лодок. Национальный парт. Да. Ну, что, как, да, как твои впечатления-то? А, ну, трек обычный. То есть мы не увидели чего-то супер нереального. То есть обычный, ну, красивые виды, да, но не серии ВАУ. А я тоже пожалела, что не поехала на электробайке. И да, Женя постоянно говорит, ну, я же говорил. Но, тем не менее, мы славно провели время, и особенно вчера вечер, потому что мы слегка напились. На, просекка еще, бухни. Ваше здоровье. А вот мы в Олимпийском парке Мюнхена, и у нас прощальный ужин в этой башне. Где я давно мечтал потусить. В мюнхенской телебашне в Олимпийском парке. Высота башни 181 метр, судя по названию рестика. Не знаю, на какой высоте мы, но тоже неплохо. Ночная панорама Мюнхена, музей БМВ и полная луна. Ребят, тут движется стена, накрутится и потолок. Мы еще не пили, а мир уже сдвинулся. Чтобы сходить в туалет, надо просто подождать, пока он до тебя доедет. Очень удобно. Ты пил что-нибудь? Да. Точно пил. Смотрите, что происходит. Я стою, но иду. Ханзи? Акробат. У нас тут урагвайская говядина с мусом из сладкой картошки, соусом, каким-то там модным, еще по отоплению. В общем, под гимн геев на немецком у нас экскурсия на велосипедах по городу. Да, это, конечно, очень круто, что в таком огромном промышленном городе, как Мюнхен, такой огромный парк. Это десятки квадратных километров, если я правильно понял нашего гида. И для русского человека, опять же, удивительно, что в центре крупнейшего промышленного региона еще не все застроено коммерческой недвижимостью. А все потому, что наличие таких мест увеличивает стоимость существующей недвижимости. И это очевидно, но не всем. А сейчас мы в месте, которое обязательно надо посетить, если вы будете в Мюнхене. Это искусственная волна для серфинга, которую построили обычные серферы. Они сделали это нелегально, строили по ночам. Раньше здесь был просто поток, но и не было волны. Поэтому они построили специальные конструкции, которые дают вот такую волну. Им нужно было электричество. Они его брали из ближайших домов, переодевались в одежду официальных дорожных рабочих, перекрывали на 5 минут движение с умным видом, чтобы протянуть провода. Ну, в общем, смысл в том, что у них в итоге все получилось. И местные власти поняли, что это офигенная идея. Спот был легализован. И на сегодня это одно из 10 самых посещаемых туристических мест в Мюнхене. Вот так вот. Мы, конечно же, зашли в Повбройхаус. Это самая известная в мире пивнуха. Ей более 400 лет. И в 1610 году именно там разрешили продавать пивасик простым людям, а не только царственным особам. Именно там сочинял статьи для газеты «Искра» Владимир Ильич Ленин. Именно тут, кстати, было первое собрание рабочей партии Германии в 1920 году. Собралось 2000 человек. Все подбухнули. И, видимо, на этой волне они подкинулись на пламенные речи Гитлера. И понеслось. Так что место неоднозначное. Ну что, вот она, обязательная кружечка. Литровая, литровая. Ханси говорит, что есть соревнования. Кто дольше продержит. Что еще надо обязательно сказать? Я спрашиваю у Рикарды, вот у наших ребят из Дойтера, которые организовывали мероприятие. А вы, типа, часто такое делаете? Они такие, да нет, мы, говорит, такое мероприятие делаем в первый раз. Так вот, по русским меркам они сделали все лучше, чем обычно делают наши профессионалы ивент-бизнеса. На это очень забавно смотреть, когда чуваки, которые не занимались ни разу ивентами, такие, оба, и у них вообще просто все идеально. Мне вообще не к чему придраться. Сначала я пытался что-то найти, какие-то косяки, но нифига, такой думаю, ага, они сделали группу в Ватсапе. А потом оказывается, что они хотели, но в Азии нет Ватсапа, они пользуются другими мессенджерами. И они этот вариант продумали, но он не подошел. И я такой, только я хотел спросить, а во сколько нам завтра улетать? Подходит Рикарда и говорит, вот вам на завтра план электричек в аэропорт. Вот это, говорит, билет в аэропорт. Вот это, говорит, вы сейчас пойдете гулять. Это вам план метро. Вот вам еще один билет на метро на три дня, который нам дали вчера, он работает. Короче, я, если честно, в таком позитивном афиге от того, как у немцев все организовано. Это вообще так нельзя, конечно. С вытим за это. О, новая камера. О, новая камера. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это было что-то очень смешное Аэша очень прекрасно подвела к тому, что я хотел сказать Друзья, учите иностранные языки Когда я был маленький, я был советским ребенком И я не понимал, нафига мне все это надо Я только в книжках читал про путешествия Учите сначала английский, потом испанский А потом португальский, да, потом, наверное Только в этом путешествии 7 разных стран 8 разных языков Столько сортов пива Дойтер действительно международный бренд Учите языки Ну что, друзья, уже традиционно заканчиваю очередной видос На фоне Олимпийских колец в сочинском аэропорту Резюмируя поездку Хочется сказать, в гостях хорошо, а дома лучше Конечно же это так Но в гостях-то по-другому Именно поэтому надо везде ездить, чтобы иметь возможность сравнить К примеру, в Германии нет диких животных Там вообще не страшно, очень сложно заблудиться В общем, никаких опасностей А тут у нас обсуждение следующего похода И мы думаем, идти осенью на Чешков Потому что там медведи Или не идти Поэтому самое крутое, что у нас есть выбор Можно туда, можно сюда, а потом сюда А потом еще вот туда Вот-вот момент был, да? Мы сейчас можем выбирать, куда хотим Едем в ту страну, едем в эту Так было всего год назад, в 2019 Никто даже подумать не мог, что приключится такая вселенская задница в виде коронавируса И все откроют для себя прелести внутренних туризмов А внутренние туризмы в тех странах, из которых был народ, охренительные Чуваки из разных стран Ну мы все друг другу там за столом сидели Показывали фотки крутых мест, где мы были В инстаграмах друг на друга переподписались Блин, в Штатах столько офигенных мест В Бразилии дофига Пошариться по полям Шотландии Там в гости к Грэгу поехать Или по полям Голландии По полям Голландии не очень звучит, но тюльпаны в общем Или там в Японии, в Японию вообще у нас все хотят Про Филиппины я вообще ничего не знал до этого момента Знал, что это где-то ниже Японии и чуть-чуть правее Индии и там джунгли Там реально очень крутые места И вот так вот про всех Так я посмотрел фотки у Маргариты с Робертом, где там они по России у себя за Уралом шарятся Так, а Башкирия это за Уралом или перед? Да Так, задача на сегодня узнать, где находится Башкирия Вам тоже Нам очень повезло, что мы живем в огромной стране, в которой дофига крутых мест Да, у нас проблемы с инфраструктурой на большей части территории Но, когда ты скитурщик, походник и так далее Отсутствие инфраструктуры не только минус, но и дополнительные возможности И рекомендуемая нынче социальная дистанция в полтора километра Хороший рюкзак позволит эту дистанцию комфортно увеличить Так вот, друзья Давайте выпьем за внутренний туризм и куда-нибудь подальше Как там? Чирс, Кампай, Скёль, Наздоровье и так далее Это было Кросспол ТВ Увидимся в горах Субтитры подогнал «Симон»!